Спецназ настигнет всех. В Кыргызстане бойцы спецподразделений преследуют условных террористов. Бандиты разбились на отряды и захватили несколько мирных объектов. Военные переговоров с террористами не ведут, поэтому и завязался настоящий бой. Впрочем, сценарий учений был сродня американскому боевику. Егор Орлов продолжит. По замыслу учений в Кыргызстане появилась хорошо организована террористическая организация. Боевики родились на несколько групп и провели широкомасштабную атаку на гражданские военные объекты. Первой целью террористов стала школа. Учеников захватили в заложники. Это здание Каннской средней школы номер 3. По сценарию учений в него проник вооруженный отряд боевиков. Переговоры с террористами зашли в тупик. Начался штурм. Пока в школе кипят страсти, ее ученики с интересом наблюдают за условным боем и радуются неожиданному выходному. Бойцам спецназа потребовали считанные минуты, чтобы подавить сопротивление террористов. Боевиков в наручниках выводят сразу после заложников. Следующей целью террористической организации стал аэропорт. Боевики захватили пассажирский самолет и выдвинули требования властям освободить плененных в школе товарищей. Однако спецназ переговоры с террористами не ведет. Это полигон вооруженных сил Крысской республики Аллато. С минуты на минуту здесь начнется третий этап учения антитеррор-2013. В третьем, последнем самом масштабном этапе принимают участие более 200 человек личного состава, авиация и артиллерия. По сценарию оставшиеся силы террористической организации после провала в школе и в аэропорту решили отступить. Однако их настигли. Задача спецназа – полная ликвидация группы. После окончания учений зрители пригласили на импровизированную выставку оружие. На ней были представлены как новые, только недавно изобретенные образцы, так и уже хорошо зарекомендовавшие себя в боях оружие. Это СР-3М – 30-зарядный штурмовый автомат, состоящий на вооружении у Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Именно такое оружие используется сегодня на учениях для ликвидации условного противника. Организаторы учений результатом остались довольны. Они констатировали полную готовность антитеррористических ведомств отразить угрозы, которые могут возникнуть в регионе после вывода коллекционных войск НАТО из Афганистана. Мы готовы ко всему. К тому, что произойдет, знаем о той ситуации, которая может сложиться, геополитической ситуации, военной ситуации. Поэтому я думаю, что для нас, каким-то шоком большим, для России, для государств Центрально-Азиатского региона, вывод войск коалиции с Афганистаном все-таки таким серьезным препятствием по жизни не будет. Сторонние наблюдатели также очень высоко оценили уровень подготовки спецназа антитеррор, а заодно и отметили актуальность подготовки к возможным террористическим угрозам. Егор Орлов, Азас Адабаев, Мерлан Макаев. Программа «Союзники. Кыргызстан». Редактор субтитров А.Семкин